В прямом эфире. Всем добрый вечер, добрый день, доброе утро. Зависимо от того, где вы нас смотрите. Буквально одну минуточку мы смотрим, чтобы все присоединились к нам. И буквально через секунду я буду уже начинать. Итак, начинаем. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня зовут Вероника Рубан. Учредитель и создатель компании Никонаги. Руководитель сети салонов красоты. И с вами новый и очень интересный проект «Доктор Наги». Для мастеров ногтевого сервиса независимо от бренда. И мы начинаем. Неделю назад прошел первый эфир «Доктор Наги». Тело нашего эфира было «Хочу открыть свой салон как». И мы получили огромный и положительный отклик. И точно понимаем, что эфиры «Доктор Наги» – это нужные и злободневные темы, которые помогают мастерам. Как пройдет сегодня наш эфир? Я тезисно освещу важные пару вопросов из прошлого эфира. Затем перейду к основной теме. И 15 минут мы оставим для ваших вопросов. Мои коллеги, которые находятся сейчас в студии, будут озвучивать ваши вопросы. И я постараюсь максимально информативно ответить на них. Сегодня я продолжаю раскрытие очень интересной темы. Как открыть свой салон и как рассчитать финансовую часть так, чтобы после первого месяца работы получить прибыль и не закрыться, и не считать себя тормозом. Итак, кратко, что было в первом эфире. Мы определились с вами, что в основном у нас находятся в эфире мастера с огромным желанием открыть свою студию. Но при этом очень и очень много страхов и много есть всего неизвестного. Также принялись с вами заданность, что если больше творчеству в вашем характере – это прекрасно, но опасно. Будущий руководитель студии не боится делать замечания и отставит свою точку зрения. Работа с салоном – это самая главная работа в команде. И самое главное – это умение изначально собрать свою команду. Подробнее об этом было в первом эфире. Определились, что необходимо иметь определенное мужество, требовать и требовать от своих сотрудников выполнение заведенных вами варежных стандартах. Это умение быть лояльным, при этом быть очень мудрым. И при этом точно знать, где вы можете усилить ситуацию и отстоять свою точку зрения. А где добиться точного исполнения вашего задания. А также умение указать на ошибки ваших мастеров. А где же брать мастеров, вы у меня спросите. И мне бы хотелось бы еще раз пояснить этот вопрос. Я получила большое количество ваших запросов на эту тему. Я думаю и новой аудитории, которая к нам присоединилась. Так же будет интересный данный вопрос. Ответ прост. Обучить. И есть два варианта. Первый вариант с нуля. И второй вариант брать с начальных уровней. Вы обучаете вашим стандартам. Полностью сажаясь с собой, сюда, в прядах. И ученик-мастер впитывает все данные. Всю культуру муникура. Всю культуру общения с вашими же клиентами. Мы начинаем готовить своим военников. Передаем все, абсолютно все свои навыки. И не жадничаем. Это очень важно. Этот процесс займет примерно два месяца. Или вариант. Вы отправляете ему учиться в ту школу, которой вы доверяете. И, конечно, я сразу вам отвечаю на ваш вопрос, который наверняка возникает. А если сбежит, как? И сколько стоит обучение в школе? Я вложу силу, и он сбежит. Я вам расскажу точно. В 99% случаев сбежит, и это жестокая правда. Решение есть. Есть договор. Юридические грамоты, которые стоили компании приличный день. Уже существует два прецедента в судах. Мы выиграли. Мы выставляем такой договор при обучении нашей школы. И для тех, кто все-таки серьезно задумался, в новом 2019 году, открыв свою студию, мы запускаем индивидуальный пакет обучения. Дату начала обучения вы согласовываете индивидуально, и мы подстраиваемся под вас, под ваш график. У нас пять обучающих классов. Вы отправляете своего мастера к нам с начальным уровнем знаний, так, чтобы ваш мастер, ну, хотя бы представлял, как держать пилку в руках. К нам в Дону вы приезжаете на 10 дней обучения. Это крутой пакет, по системе все включено. А именно, маникюр аппаратный, плюс комбик, плюс выравнивание, плюс обучение дизайна для вашего салона с готовым портфолио, который увидят ваши будущие клиенты. Проживание в нашей гостинице, в нашей академии, на нашей территории. Плюс договор, срок договора и сумму на возврат вы указываете сами. Все это будет стоить 50 тысяч рублей, только с фиксированной предоплатой до 28 декабря. С января 80 тысяч рублей. И обучиться по этой схеме вы можете в любое время до апреля 2019 года. И если вы привозите своего ученика к нам, то лично вы, директор, будущий директор, на кого будет заключаться этот договор, будет присутствовать на всех занятиях абсолютно бесплатно. Наблюдать за процессом, видеть своих девочек в работе и сам впитывать всю информацию. Ну и конечно самое приятное для вашего салона отныне, у нас фиксируется скидка 10%, а на некоторые позиции будет доходить и до 20%. Клуб Доктор Наги, это круто, это мой предновогодний подарок. В итоге вы получаете готовый мастер, который будет готов приступить к работе. Если вам интересна информация, пишем в комментариях, хочу, но боюсь, и менеджеры компании вас зафиксируют. И я перехожу к самому важному, к самой важной теме, это финансовый расчет. Перед вами нарисована таблица. Я хочу спросить, есть ли у нас какие-то сердечки и есть ли у нас обратная связь. Благодарю вас, есть обратная связь. Перед вами нарисована таблица. Нарисована очень талантливо, я так маркаю вам глаза, моей помощницей. Это первый расчет, который называется расчет первого месяца работы. Как вы видите, с приведенной таблицы все реально и незаудочно. И самый важный момент, на который вы сейчас должны обратить внимание. И сейчас эта дагозь перевернет ваше сознание. Итак, приготовьтесь. Чтобы начать получать прибыль, ее необходимо признать расходом. Как вы признаете аренду в расход, как вы признаете в расход зарплату, зарплату администратора и прочие расходы, вы прибыль также признаете расходом. Далее я сразу хочу предупредить, что только четкое выполнение моих рекомендаций по этой таблице, а именно ведение, кстати, абсолютно несложного финансового учета, приведет к прибыли в первый месяц, что я вам сейчас и докажу. Итак, принимаю условно, что у вас есть три, вот так вот сейчас покажу, три варианта цены на услуги. Я взяла один из самых низких порогов цен в России, доказывая, что моя финансовая модель реальная и рабочая. Итак, три варианта цены. 750 рублей, 1000 и 1500 рублей. Неважно, какие услуги вы оказываете в данный момент, это условное раскочение. Также принимаю, что у вас минимально допустимое количество сотрудников в салоне. Первое, это вы владелец, и он же мастер, и два сотрудника, которые вы обучили, и которые с вами сейчас находятся на контракте. Уважаемые мои коллеги, я не рекомендую обучать ваших сотрудников без контракта. Обращаю внимание, это первый месяц работы вашего салона. Итак, в день работают два мастера по очень интересным графикам, которые разработаны мною и удачно применяются на старте студии, в котором также отлично сочетаются и рабочие дни, и достаточное количество выходных дней. Необходимо написать после эфира под этим постом слово «хочу». И мы пришлем вас ссылку для скачивания всех материалов этого эфира. И, конечно, ваши сердечки будут настолько радовать. Что хочу еще сказать, конечно, то, что мы вам пришлем, не будет выглядеть столько красиво, просто это будет очень грамотно оформлено, как должно быть. Итак, принимаем два мастера смены. Два мастера наемных, третий мастер вы, и он же владелец. Чтобы выйти на 100 тысяч рублей выручку в месяц и получить прибыль, необходимо в день иметь выручку 3,5 тысячи рублей. А если быть точной, 3,5 тысячи рублей умножим на 30 рабочих дней, в итоге получим 105 тысяч, и это будет являться приятным ростом. 5 тысяч приятный рост. Так как в смене работают два мастера, то каждому в день необходимо сдать по 1750 рублей. И помним, что у нас есть три цены. 750 рублей, 1000 и 1500 рублей. Это значит, что необходимо сделать всего лишь два клиента по 750 рублей, два клиента по 1000 рублей, и в итоге мы при сложении с вами получаем 3,5 тысячи рублей. Ну и, можно так сказать, одного клиента можно обслужить на 3,5 тысячи рублей, что в принципе тоже реально, реально на 100%. Теперь мы обращаемся с вами непосредственно к этой таблице и к объяснению каждой строчки и к моему финансовому расчету. Подскажите, пожалуйста, уважаемые коллеги, на данный момент все, что понятно, можно написать «да». И так как вы понимаете, что связь идет с задержкой, я продолжаю и смотрю, как идут ваши сердечки и ваше слово «да». Итак, я разбираю факт, выручка 100 тысяч рублей. Первое, на что мы обращаем внимание, это акцент в первый месяц, делаем прибыль, закладываем пока в первый месяц только 10%. И уже это 10 тысяч рублей. Далее, зарплата мастера. Зарплата мастера на первый месяц работы. Мы ставим 35%, будет составлять 35 тысяч рублей, совокупно. Это необходимо в первый месяц для удачного ставка. Зарплата администратора мы ставим 15%, и это нормально, 15 тысяч рублей для первого месяца. Аренда 20-30 квадратных метров, по средней ставке 1000 рублей квадратный метр. Мы принимаем 25 тысяч рублей, что в данном расчете составит 25% от общей доли. Итак, хозяйственные расходы. В данном случае это 2%, составляет 2000 рублей. Это чай, кофе, минеральная вода, мыло, туалетная бумага. Только 2%, в данном случае только 2000 рублей. Материал мы принимаем 5%. Принимаем, что мы уже сделали, первоначальную закупку, и от нее мы потратили 5%, и это мы принимаем в расходы. 5000 рублей. Следующее, это фонд рекламы. Фонд рекламы должен быть всегда. Даже тогда, когда у вас дела идут не очень хорошо. Он составляет 5%, и в данном случае это 5000 рублей, и я вам предлагаю эти деньги потратить на таргетированную рекламу в Инстаграме, которая настраивается абсолютно автоматически по вашей территории, по вашему возрасту, и по возрасту, вернее, ваших клиентов. Если ваш фонд не страчен на 5000 рублей в первом месяце, вы оставляете деньги в этом фонде, и они переходят на следующий месяц. Это, кроме прибыли, остается для всех фондов. Следующий фонд – это налоги. В данном расчете, приеме на цифры 3500 рублей, вы оформляете двух сотрудников в первый месяц на полстарты, и вы точно входите в эти цифры. Вывод. 10 тысяч рублей владелец салона получает в первый месяц как владелец, и 11700 рублей как мастер. Так как он тоже работал в первый месяц, я развернула владельца на два месяца, но не на три. Администратор работает. Не путайте, пожалуйста, божьи, да все лишницы, иначе вы и не владелица, и не мастер, и не администратор. Ну, вы знаете, как бабу не сдадим. Прошу прощения у всех без ноги. Если у вас есть понятие согласия с озвученными данными, ставим лайк, ставим мне сердечки, а я уточняю свои коллеги, сколько времени осталось до конца эфира, так как эфир в Инстаграме обещает всего лишь только час, и мы хотим много сегодняшнего успеть. Отлично. Я напоминаю, что необходимо написать после эфира под постом, который мы выставим слово «хочу», и мы пришлем вам все необходимые материалы этого эфира. Надеюсь, это понятно. Пишем мне «да». Можно поближе пишем, вижу комментарий. Можно поближе. Не волнуйтесь, смотрите, пожалуйста, чисто схематично. Я достаточно подробно объясняю все, мне тоже подсказывают коллеги. И все информации будут выставлены лично для вас, ее можно будет поближе рассмотреть. Далее у меня приведет расчет, подробный расчет на 200 тысяч рублей выручки, и второй месяц работы вашего салона. Но его мои сотрудники пришлют вам после эфира в течение суток, как смогут обработать все ваши сообщения. А мы с вами переходим к разбору третьего месяца существования вашей студии. И я надеюсь, вы уже в голове определились с названием, и оно будет ярким, емким и обязательно написано понятным и крупным шрифтом. А также интуитивно понятным клиентам, какие же вы услуги будете оказывать в вашем салоне. Итак, чтобы выйти на 300 тысяч рублей в выручку в месяц и получить прибыль, необходимо иметь выручку в день в 10 тысяч рублей. А если вы точны, то мы 10 тысяч рублей умножим на 30 рабочих дней, в итоге получаем 300 тысяч рублей. Приятный вопрос. Понятно, для вас обязательно настанет 31 число, и это будет обязательно приятным бонусом. Так как в смене работают два мастера, то каждому в день уже необходимо будет сдать 5000 рублей. И помним, что у нас есть с вами три цены. 750 рублей, 1000 и 1500 рублей. И это значит, необходимо одному мастеру смену сделать два клиента по 750 рублей, два клиента по 1000 и одного клиента по 1500 рублей. Что составит на одного мастера в день 5000 рублей. Это однозначно реально, реально на 100%. И теперь мы обращаемся к моему финансовому расчету. Факт 300 тысяч рублей. И смотрим, что же появилось, но в этом расчете и какие изменения. Самое главное первое изменение – это прибыль. И прибыль, обратите внимание, составляет уже 15%. И уже, если вы будете выполнять все верно и все правильно, составит 45 тысяч рублей. Зарплата мастера уже принялась и стала 40%. И совокупный доклад мастера составляет 120 тысяч рублей. О чем вы заранее будете рассказывать своим мастерам, и эта данность их будет вредить. Зарплата администратора – 15 тысяч рублей. В первые месяцы она была не очень большая. Но уже к третьему месяцу работы – это нормальная приличная сумма для почти всей территории России. Не беря по счету Москвы, потому что вы знаете, что Москва – это отдельное любимое государство в государстве. Аренда уже начинает составлять от общего объема выручки 8,3%. Также остается 25 тысяч рублей. На сквозрасходы у вас уже 6 тысяч рублей. И также остается 2%. И это уже прилично. Можете и колбасой угощать ваших клиентов. Материалы – 15 тысяч рублей. Обратите внимание, эти проценты не меняются. И тут вы сможете развернуться. Я имею в виду, что вы получаете скидку при нашем обучении от 10 до 20%. Конкретно сэкономить с помощью этой скидки и развернуться при покупке гельмагов, может быть, каких-то ламп, может быть, чего-то еще. Но у вас уже есть на это возможность. Рекламный фонд составляет опять так же неизменные 5% и составляет 15 тысяч рублей. И теперь почти все в вашем городе уже знают о вас. И самое интересное тут работает прийтик. Сначала касаться, а потом быть. Ммм, вы мне скажете, какое интересное заявление. Вы пишете, что у вас лучший маникюр в городе. Ну, я надеюсь, что вы точно так считаете, и самое главное, так делаете. Так вот, вам придут на эту рекламу, и потом точно удостоверятся, удостоверятся, и что у вас лучший маникюр, и уже будет действовать обратная теория в вашем городе, что все будут подтверждать вашу гипотезу, и тогда сработает принцип и касаться, и быть. Я надеюсь, что я понятна, как я снила это. Если будут ваши сердечки, это всегда греет мое жаркое сердце. Продолжаем дальше. Налоги. Налоги. Какие тут происходят изменения? Вы сможете оформить сотрудников на третий месяц при такой выручке уже на полную ставку, и расходы составят 7 тысяч рублей, и это уже заложено мной в бюджет, и вы видите, что бюджет не трещит по швам, а вы прекрасно выдерживаете эту строчку. Ну и, конечно же, самый приятный фонд – это ваша заслуженная премия. И в данном случае она составит 23 тысячи рублей. Вывод. 45 тысяч рублей мы признали с вами в расход, и они автоматически ваши. Как владелец. вы получаете эти деньги. 40 тысяч рублей вы получаете как мастер. Если непонятно, я объясню, откуда возникают 40 тысяч рублей. 120 тысяч рублей – общий объем зарплаты всех трех мастеров. Мы помним, что у вас два наемных сотрудника, и один вы как директор, ну, половина директор, половина мастер, понимаете, да? Вы тоже работаете с выходными, тоже работаете по определенному рабочему графику. И если мы берем 120 тысяч рублей за 100%, то мы делим на трех мастеров 33%, запросите 33%, 23%, и у вас получается от этого общего объема 40 тысяч рублей вы получаете как мастер. Далее, плюс 23 тысяч рублей – это премия. В итоге, на третий месяц работы, в общем, вы получаете в итоге 108 тысяч рублей. Я считаю, что это очень приличный расчет и большое достижение за три месяца работы. Если вы неукоснительно будете следовать моим рекомендациям, и точно понимаете, что у меня приведет низкий, очень низкий ценовой порог к касанию услуг, так как мы с вами вещаем на всю Россию, и везде самые разные цены и разные чудеса. После эфира выходит пост о проведенном с вами занятии, вот это проведенное наше занятие. И я хочу, чтобы вы в комментариях написали, кому необходимо отправить финансовый расчет. Мы пишем слово «хочу». И обязательно прошу вас, чтобы аккаунт ваш был открыт. Это очень важно. И там подошло время. Ваши вопросы и мои коллеги будут зачикивать, а я пока смотрю за вашими сердечками. Останавливаю информацию, которые просят прислать. Хорошо. Мы ждем сердечки и получаем вопрос. Ага, я вижу, что вы пишете. Все там доступно и классно. Отлично. Скажите мне, пожалуйста, впечатлил, шокировал ли вас такой момент, что мы в прибыль признаем расходы? Так как связь идет с задержкой, ждем ваши, да, я вижу ваши комментарии, и смотрим. Кто смотрит на втором? Мы обещаем с двух аккаунтов, с Ника Наги или с Гранника Рубы. Есть ли какие-то вопросы на втором аккаунте? Я тоже хочу. Тоже хочу. Отлично. Еще, пока мы заполняем эту паузу, если вам так интересен эфир, вы должны быть подписаны, естественно, на мой аккаунт. Он здесь прикреплен в комментариях. Вот. И дальше я очень хочу предложить вам интересную тему, которая уже будет в 2019 году. в следующий эфир я хочу сделать разбор вашей ситуации в прямом эфире. Очень грамотно и нежно, без штампов мы разберем вашу проблему. Ну, только одного какого-то человека. Мы будем с вами, я вижу, есть вопрос, подождем. Мы будем с вами в прямой эфир, разделим на Инстаграм, по балам, вы будете у себя дома. Я буду у себя в нашей резиденции. И где вы будете задавать свои вопросы? В абсолютно реальном времени я буду задавать вам вопросы. И будем думать и решать, как вам нужно помочь. Пожалуйста, вопрос. Рассмотрела начало, начальный капитал в среднем. Сколько вы потребливаете? Вы знаете, интересный вопрос. Не знаю, всем ли было слышно сам вопрос. Наверное, Марина, может быть, где-то поближе можно задавать этот вопрос. Что касаемо начального капитала. Был первый эфир, в котором я очень подробно рассказывала. Все зависит от вашей целевой аудитории. Изначально вы должны определиться, кто ваша целевая аудитория. Если ваша целевая аудитория очень обеспеченной и богатой женщиной, такие шикарные, которые с ума сходят от безделья. Если, допустим, я могу понимать, что я сейчас достаточно в крайности буду. То начальный капитал, естественно, будет очень-очень высок. Если вы выбираете, ваша целевая аудитория нормальная, обычная, работящая женщина, бизнес, ну скажем, ну не бизнес-класс, но, допустим, хороший, нормальный начальный уровень. То это совершенно другое, гораздо дешевле, гораздо проще. То есть, у вас не должно получиться так. У вас маникюр стоит, в корочках, 100 рублей, вы заходите, а у вас там, знаете, тромный зал, уже острый, хрустальный и все. Что вы сказали непосредственно цифры? Разный город, разные города, разные цифры. Я думаю, в среднем, в порядке 300 тысяч рублей, если не замахиваться ни на что, очень крупный и очень яркий. От 300 тысяч, наверное, до 500, это прям, если ближе к 500 тысячам, это прям вкусненький будет салон. Минимальный, заедный, до 40 квадратных метров. Еще? Скажите, пожалуйста, чтобы все, кто писал подсчет, писали подсчет по столу, потому что комментарии быстро проходят. Ага, отлично. Уважаемые мои коллеги, которые смотрят эфир, очень прошу вас, здесь слово не писать хочу, потому что вы очень быстро, быстро, быстро проходите, и девочки вас не смогут поймать. Минут через 10 закончится наш эфир, когда я отвечу на все эти вопросы, и мы выставим, мы выставим наш пост, и вы там сможете написать хочу, хочу, и уже под постом в Инстаграм мы сможем все вам отправить. Есть еще какие-то вопросы? Хорошо, хочу обратить ваше внимание на то, что я приглашаю следующего участника в эфир сделать разбор вашей ситуации именно в прямом эфире. очень грамотно, очень нежно, без штампов, то есть это будет реальная помощь, абсолютно бесплатно, пишите в комментариях, кому это было интересно. Другой аккаунт, есть ли вопрос? Пожалуйста, громче. Я считала на 35, и мне вышло на 400 тысяч. Я считала на 35, что? Что сейчас? На 35 квадратных метров. Угу. А вопрос в чем составит? Вышло на 400 тысяч. Смотрите, чтобы вы четко понимали, от чего зависит этот расчет, от чего мы идем. Для того, чтобы месячная выручка составила 300 тысяч рублей, и аренда была примерно 20-30 квадратных метров, вот эти цифры, которые легли в основу нашего расчета, 750 тысяч и 1500 рублей. Это самый нижний порог, от которого идет расчет. Поэтому, если мы с вами делаем эти цифры, умножаем хотя бы на 20 или 30 процентов, то, соответственно, если ваша душа требует, вы можете взять себе 35 квадратных метров. Ради Бога. Но, вы знаете, у нас 9 целом их красоты. Были разные моменты в моей карьере, когда мне хотелось иметь какие-то невероятные тронные залы. Невероятно, я себя реализовала как дизайнер, как архитектором, для тех, кто знает меня давно и является подписчиком. Я вообще очень люблю строить. И я реализовала свои абсолютно разные, знаете, тайные желания у меня были, и огромные салоны, и по 300 квадратных метров. Но по факту, по факту, этого не нужно делать. Понимаете? То есть, если вы собираетесь все-таки развиваться, идти дальше, то вкусный, небольшой. Небольшая ногтевая студия, 30, ну 40 квадратных метров. Это будет все слаженно, все будет очень аккуратно, все будет очень интересно. Спасибо большое за ваш вопрос. Продолжаем следующий. В аккаунте Никанагеля интересуются, в какую статью вы относите коммунальные расходы? Коммунальные расходы у нас заложены полностью в аренду. Отлично. И еще вопрос. В Тулу на сколько дней вы приглашаете на обучение? Хорошо. В Тулу мы приглашаем. У нас есть пакетное обучение, которое будет проходить 10 дней. У нас есть своя гостиница, там, где мы сейчас веду и свой эфир, на нижнем этаже находится гостиница, на верхнем этаже, и здесь тоже рядом с нами, 5 больших учебных классов, 10 дней. Мы можем взять плюс один день, это на случай, что если мастер приехал с одной рукой. Но в принципе, таких вариантов не было, и мы достаточно справляемся. Это постоянная практика. Люди приезжают, с утра, с завтра, немного теории про стерилизацию, про все, обязательно, конечно, нужно. И потом идет практика, 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 практика. В 8 часов вечера они будут сползать в гостиницу, довольные, счастливые, но уставшие. Это вы понимаете. Пожалуйста, еще есть вопросы? Отлично. Тогда у нас сегодня очень емкий, очень интересный эфир, где люди, где я заставила вас о многом задуматься. И в завершение данного эфира, мои дорогие коллеги, разрешите от лица компании и от себя лично поздравить вас с наступающим Новым Годом. Пожелать вам настоящего женского счастья. И чтобы все невзгоды всегда обходили именно вас стороной. Чтобы у вас всегда были только хорошие и плотноиспособные клиенты, а ваша семья и ваши дети видели вас почаще счастливой и полностью довольной жизнью и своей профессией. сердечно вас обнимаю, поздравляю с наступающим Новым Годом, с уважением, Вероника Рудова. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова